Потому что любым бизнесом, мне кажется, надо заниматься прежде всего с интересом. Нравилось, что я делаю, и, честно говоря, нравится до сих пор. Первая карточка Сбербанка была нарисована в нашей маленькой ковтатке к BBS. Передокоплено так много долгов, что очень было бы просто обдулить эти долги через такую всеобщую девальвацию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, я Андрей Мовчан в программе совместно с российским домом Forbes, которая называется Forbes Capital. Я 30 лет занимаюсь инвестициями, и, к сожалению, знаю про инвестиции далеко не все. Поэтому мы решили пригласить нашу программу ведущих бизнесменов, крупных специалистов и профессионалов этого рынка, которые поделятся своими секретами инвестирования, расскажут о своей истории инвестиций. Мы будем разговаривать с ними о том, как они принимали решения и что из этого получалось на этом рынке. Возможно, это может дать хорошие уроки для тех, кто собирается инвестировать, заводить свой бизнес, строить те или иные отношения на экономических рынках в этой стране и за рубежом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня мы встречаемся с Сергеем Мацоцким, основателем и представителем Совета директоров одного из крупнейших системных интеграторов России, компанией IBS. Сергей, еще раз добрый день. Здравствуйте. Мы должны с вами 30 минут как минимум проговорить об инвестициях. Перед записью вы мне сказали, что вы в них ничего не понимаете. Сейчас будем изобретать что-то на тему о том, что думает об инвестициях человек, который в них ничего не понимает. Ну, знаете, есть три видознания. Вначале ты ничего не знаешь, потом тебе кажется, что ты знаешь все, а потом ты понимаешь, как многого ты не знаешь. Я не хочется верить, что я вот на этой третьей фазе. А, отлично, тогда у нас есть о чем поговорить. Давайте, может быть, тогда начнем просто вообще с термина. Ваше отношение к инвестициям. Что такое для вас инвестиция? Что вы под этим понимаете? Что вы делаете в этом смысле? Ну, мне кажется, что все-таки надо точно разделить инвестиции на частные, на бизнес-инвестиции. Про частные инвестиции, наверное, я совсем мало что могу сказать, потому что опыт у меня здесь очень маленький, честно говоря, и я никогда этим не занимался. Если говорить про бизнес-инвестиции, то инвестиции – это то, что мы тратим деньги для того, чтобы получить какую-то большую стоимость, большую value. И здесь, наверное, все, кто занимаются бизнесом, в той или иной степени занимаются инвестициями, потому что вряд ли можно создать бизнес, не инвестируя в него ничего. Иногда, может быть, люди не чувствуют, что это какая-то сумма денег, они инвестируют свое время, свои силы. Но, как правило, это еще и сопряжено просто и с финансовыми прямыми расходами. Хотя и деньги – это, в общем, эквивалент силы, времени тоже. Вы на рубеже 90-х создали компанию «Интермикро» СП. Да, это не я, это еще не я, я туда пришел работать, это был как раз мой партнер Толя Карачинский, который, собственно, основал, наверное, или был одним из главных, собственно, создателей этой компании. И это была одна из таких первых, сейчас уже, наверное, очень мало кто помнит, что был такой период совместных предприятий. Это же было еще такое время советского бизнеса, получили разрешение в Минфине. Да, абсолютно. «Интермикро» было совместным предприятием Госкомитета по вычислительной технике Советского Союза из австрийской компании «Просистом». Так что это прям в полный рост. Что происходило в этом предприятии? Ой, вы знаете, у нас была такая довольно нетиповая история. Что делали все на рубеже в конце 80-х, начале 90-х? Все продавали персональные компьютеры. Стоили они тогда, как сейчас говорят, как чугунный мост, а реально там, если я правильно помню, в районе 40-50 тысяч рублей. И это была гигантская суба по тем временам. И маржа, конечно, которую можно было получить на том, чтобы привезти сюда компьютер и его продать, это просто была какая-то немыслимая. «Интермикро», мне кажется, тоже в какой-то мере начало с этого. Но очень быстро мы как-то ушли в то, что сегодня называется системной интеграцией, то есть какой-то проектный бизнес. «Интермикро» тогда специализировалась на издательских системах. Тогда, если вы помните, вообще вот эта свободная пресса, это такой был бум всего, что связано с огромным количеством газет, журналов, которые издавались. Никакой электронный пресс тогда еще не было, а вот бумажная расцвела, мне кажется, это был пик вот этой вот ситуации. И мы, собственно, создавали вот эти издательские системы, системы для того, чтобы делать верстку, чтобы делать там цветоделение, чтобы там обрабатывать фотографии. И в 91-м, наверное, году мы подписали уникальный контракт, не зная, что будет потом, тогда с компанией Apple, которая была в то время уже без Стива Джобса, которого тогда, это был как раз период, когда его уволили, он еще не вернулся. Но, тем не менее, Apple была компанией, которая всегда была в издательском бизнесе абсолютно топовая. Ну и, наверное, там один из самых известных контрактов, который у нас был в то время, это когда мы делали оснащение издательства «Коммерсанта». Ну вот, смотрите, вы с Карачинским, да, через какое-то время не очень долго ушли и основали IBS. По-моему, ваши же слова, да, что вы вложили 2-3 тысячи долларов в это основание. Это первая инвестиция? Ну, да, да, я думаю, что это там даже уже сейчас трудно сказать, сколько это было, 2 или 20, но, в общем, это цифры такого порядка, наверное, это единицы какие-то или там максимум какие-то. Не было у нас никаких сбережений, да, и мы просто поняли, что надо как бы расставаться с этим советским прошлым, потому что в совместном предприятии было очень трудно это сделать, и мы основали там собственный частный бизнес, который вот, собственно, и есть IBS. Вы ощущали это как инвестицию, как то, что вы создаете компанию? Вы даже, честно говоря, об этом не думали, мне кажется, и слов таких не знали, и вообще об этом не думали. Ну вот давайте начнем делать что-то свое, ну давайте. И вот дальше вы как-то начинали. У нас было очень интересное начало. Мы, собственно, из Интермикро унесли с собой, с любезного и радостного разрешения наших бывших коллег, контракт со Сбербанком Москвы на автоматизацию двух отделений. Коломенское и Мещанское отделения Сбербанка Москвы. На тот момент, конечно, никакой автоматизации, ну, как таковой не было, и мы, тем не менее, наш еще киевский филиал Интермикро написал некоторую программу, которая поддерживала банкоматы, тогда были такие устройства, они сейчас, мне кажется, существуют, но уже стали более экзотическими, назывались тейлер-кэш-диспенсеры, это такие автоматические, как бы, сейфы, которые стояли у операционистов, карточки, то есть это было тогда, по тем временам, просто совершеннейшее. Карточки, разве были карточки уже? Первая карточка Сбербанка была, как это, нарисована в нашей маленькой ковтетке, как бы, в Эйбейсе, да, это правда. И, собственно, тогда они начались. И это была, на самом деле, первая онлайновая система, реальная. И мы, собственно, ушли с этим контрактом, и нас как-то очень с удовольствием отпустили с этим контрактом, потому что всем было очень страшно. Они в этом контракте не видели той маржи, которая была бы для них комфортной. А мы, молодые, не знаю, глупые или умные, решили скорее использовать этот шанс. Вот это и была наша, наверное, первая главная инвестиция. Это не те вот эти единицы тысяч, а вот эта решимость по молодости или готовность взять вот эту высоту и сделать, и довести это до ума, вот эту систему. Мы на ней практически не заработали никаких денег, но мы на ней, наверное, построили первую команду людей, которые, собственно, и стали основой дальше компании. Все-таки, когда вы создавали компанию, если вы помните, вы видели это как систему, которая приносит вам деньги, кэшфлоу, да, прибыль? Или вы думали, что когда-то эта компания будет продаваться, она когда-то будет иметь свою стоимость? Знаете, здесь, наверное, собственно, главная роль принадлежала всегда Толе, и он всегда был одержим, конечно, стоимостью, а не вот мгновенными деньгами, не дивидендным потоком. Мы слов таких, дивидендный поток тогда, наверное, не знали, или, по крайней мере, не очень чувствовали, но мы всегда работали для того, чтобы сделать что-то вот такое великое и на этом получить, собственно, тот результат финансовый тоже, который, ну, который достоин этой всей нашей работы. А что было дальше? Айбес развивался, были просто новые контракты? Да, вы знаете, ну, мы как-то вот начали с банковского бизнеса, потом довольно быстро, ну, еще пару лет мы им занимались, занимались в том числе ритейлом немножко, вот ритейлом именно, например, первая бензоколонка BP, которую открыли, я вот сейчас не помню точно где она была, по-моему, на Варшавском шоссе или где-то, ну, вот те сети бензоколонок, это же сейчас мы привыкли к тому, как выглядят бензоколонки, а тогда это просто было какой-то аттракцион. Вот этот магазин, это кафе и все остальное, вот мы их все автоматизировали тогда тоже. Но потом мы довольно быстро ушли из вот этого бизнеса, связанного с банками, по крайней мере, потому что там произошла такая монополизация. Немедленно возникло огромное количество совершенно других историй. Мы открыли большой бизнес компании Dell, которая тогда тоже не была такой большой, как сегодня, но вот угадали. И очень быстро мы начали заниматься программным обеспечением. Наверное, одни из первых, кто так концентрированно постарались это сделать. И это стало такой доминантой на довольно большое количество времени. Потом был кризис 98-го года, после чего было, наверное, довольно интересное такое событие, потому что в конце 98-го, в начале 99-го года Анатолий пришел ко мне и сказал, «Ты знаешь, я подумал, мы должны отделить вот этот программный бизнес, который занимается разработкой, и начать конкурировать с индусами». Это звучало, конечно, просто вообще каким-то идиотизмом. Где мы, где индусы. Но надо отдать должное. Анатолий, конечно, имел фантастический, и имеет, наверное, сейчас дар предвидения. И, собственно, это послужило основой компании «Люксофт», которая разрослась до больших размеров, которая была продана буквально в этом году. Что потребовалось? Что такое было отделить этот бизнес? Ну, понимаете, это было на самом деле не очень просто, потому что были какие-то контракты, которые идут, они приносили какие-то деньги, и это было очень трудное время выживания, совсем выживания, когда просто любой контракт, который идет, это была настолько ценная вещь, которую надо было хранить или леять. И в этот момент инвестировать во что-то другое – это очень трудно. Хотя, конечно, это действительно тот самый момент, когда, наверное, надо это делать. Потому что любой кризис – это, конечно, возможность в этом плане. Чем отличаются инвестиции в кризис вообще, с вашей точки зрения? «Люксофт» вы создавали как отдельное подразделение в 2008 году. Чем это характеризуется? Мужеством, я думаю, таким. Вот мне кажется, что это надо иметь аппетит к риску. То есть надо рисковать в кризис. Это такая контринтуитивная логика. Казалось бы, кризис – это когда все потом может только расти. Ну да, типа надо затаиться и выжить. И в какой-то мере да. Но вот у нас получилось так, что мы в EBS выжили. Это было тоже очень непросто. А в «Люксофте» мы прорвались. Кстати, очень интересный вопрос. Я помню хорошо 99-й год. Я, правда, работал в инвестиционном банке. И это был год литра и разбора развалин. Было такое впечатление, что мы вот в городе после войны, после бомбежки… И это надолго. И мы просто разбираем камни. Как EBS мог выживать? Вы знаете, ну как-то выжили. Если честно, я даже плохо помню, как EBS выжил. Ну как выжил. Как в любом кризисе. Затянули пояса. Я, знаете, очень хорошо помню эмоциональное свое состояние, когда я был в отпуске 17 августа. И приехав через несколько дней из этого отпуска, надо было что-то делать. И надо было понятно, что мы были уже большой компанией. Одной из самых больших по численности на этом рынке. И, конечно, каждому человеку надо было платить зарплату. И это было невозможно. Это было понятно, что на вот этом растущем рынке мы всегда имели людей с запасом. А здесь уже он не просто не растет. Он просто обвалился, но если не до нуля, то он на какие-то очень большие проценты падения. Еще непонятно на какие. И я помню себя, когда я в компании в то время было, наверное, человек 700-800. И я уже понимал, что мне надо уволить треть, половину этих людей. И я сидел и вот рассматривал каждую фамилию. У меня было абсолютное ощущение, что я вот этого человека и его семью обрекаю на там что-то страшное. Вот ни разу после этого у меня такого ощущения не было. Потому что уже понятно, уже была более социальная среда, уже была более развитая страна. Кризис 2008 года. Это была совершенно другая история в этом отношении. А вот в 98-м вот это чувство ответственности, оно, конечно, было удивительное. Удивительное. Ну, как-то пережили. В общем, с точки зрения бизнеса, все-таки вот эти полтора года, это маленький срок. А сколько раз приходилось затягивать пояса вот за все время существования бизнеса? Ну, первый раз пришлось затянуть пояс, наверное, в 96-м году перед выборами знаменитыми Ельцин-Зюганов. Потому что рынок, по крайней мере, системной интеграции на тот момент замер просто вот, наверное, за год до этих выборов. Неужели было впечатление, что если выиграет Зюганов, то нечего будет интегрироваться? А не у нас, у клиентов. Ну, я имею в виду клиентов. Да, да, да. Наш бизнес, вот ведь он в этом плане очень интересный. Он, мы вторая производная от инвестиций, да, потому что есть первая производная от инвестиций в основное производство, а мы как бы вторая, мы обслуживаем эти инвестиции, как бы это немножко такая аллегорическая история, но в принципе она справедливая. Поэтому мы очень чувствительны к замедлениям или росту. И в 96-м году это был первый такой прям вот ощущение, что надо было сильно затянуть. Оно не было мгновенного. Второе, конечно, это 98-й. Ну, третий это 2008-й. Мы тоже его встретили во всеоружии. На тот момент, я думаю, что мы были самой большой сервисной компанией на этом рынке. И у нас было, мы должны были выйти на IPO в октябре 2008-го года. У нас уже были назначены даты, роуд-шоу, все было хорошо. И мы, соответственно, встретили эту осень в этом состоянии. Рынок упал, ну, по разным оценкам, от 45 до 55 процентов. Ну, то есть вдвое реально. И, конечно, сервисный бизнес, который основан на людях, это, конечно, очень такая история сложная была для нас. Ну и, наверное, последний раз это случилось в 13-м году. Даже не в 14-м, а в 13-м, когда стало понятно, что не будет отскока. Это я рассказываю для IBS. Для Люксофта, наверное, другая абсолютно история, потому что Люксофт как раз... У Люксофта самые тяжелые годы были, наверное, вот с 2002 по 2006, что-то в этом районе. Тогда, когда в России как раз все, все, наверное, я извиняюсь за это слово, оно перло, да, потому что даже нельзя сказать это как-то по-другому, потому что здесь просто все росло как на дрожжах. А Люксофту было довольно трудно, потому что мы довольно быстро умудрились получить первых каких-то крупных клиентов, IBM, Dell, Boeing. И потом довольно долго, как бы, боролись за какого-то четвертого, пятого, шестого. И это была такая не очень простая история. Я слушаю вас по поводу того, сколько раз IBS затягивало пояса. Четыре, да, кажется, у меня получилось за 25 лет. И у меня возникает вопрос, что нет возможности прогнозировать изменение ситуации, нет возможности мягко и заранее изменить количество людей. Зачем набираются люди с резервом, когда скоро кризис? Насколько вы в компании готовы были эти вопросы рассматривать? Ну, знаете, я думаю, что в 90-е годы мы просто этого не понимали. Мы проходили это первые разы, и это было очень трудно. И мне кажется, несмотря на то, что сейчас задним числом кажется, что кризис 98-го года был абсолютно очевиден, но тем не менее он был не очевиден для многих, кто... Ни для кого не был очевиден. Ну, окей, да. И только мы, крупнейшие банки, попали в мировую. Абсолютно. Ну, а мы-то уж что там, нам это тем более. После вот этого кризиса, да, вот то, что происходило в 13-м году, это была уже такая осознанная история. Как раз мы, мне кажется, почувствовали историю, что, в общем, отскока большого не будет. И вот здесь мы начали очень аккуратно прогнозировать и очень рационально подошли к дальнейшему сценарию. Был какой-то принцип, какая-то формула, да, вот мы разговариваем два математика, да, какая-то формула, по которой вы определяли, сколько людей нужно, какие затраты предельные. Да, вы знаете, я хочу сказать, что вообще вот экономиков professional services – это важнейший элемент. Очень многие компании, я думаю, на нашем рынке, они пострадали именно потому, что качество внутреннего учета, вот всего, что связано с проектным учетом, с проектным управлением, оно было недостаточным. Вообще, мне кажется, если честно, то мы, наверное, очень давно начали этим заниматься и чуть ли не первые на этом рынке из моих коллег как-то серьезно к этому отнеслись. И мне кажется, что это, конечно, дало нам возможность намного лучше управлять компанией, ну, потому что это все, в общем, реально можно моделировать, прогнозировать, считать, считать прибыль каждого проекта, понимать, каким образом и где ты теряешь деньги или, наоборот, зарабатываешь деньги. Это важнейшее составляющее. Скажите, а вот за эти 25 лет были плохие инвестиции? Конечно. Что-то, что прямо можно вспомнить, что прямо ошибка? Да, конечно. Нет, ну, наверное, там их было так много, что даже трудно вспомнить. Нет, ну, не было таких фатальных историй. Может быть, как раз фатальные истории возникают тогда, когда ты либо делаешь очень большую ставку, в нашем бизнесе все-таки такая совсем мгновенная большая ставка, она редко бывает, потому что все-таки инерция очень большая, либо тогда, когда ты держишь эту ставку очень долго, и как это, помните, был такой анекдот, по-моему, потому что Эвердж Даун погубил больше евреев, чем Холокост. Цинично. Да, да, да. Понятно, что это очень метафора, но, тем не менее, это вот «не заигрывайся», да, или как хорошо любил повторять Анатолий, что за что отец сына бил, не за то, что играл, а за то, что отыгрывался. Вот, мне кажется, главное в этой истории не отыгрываться. И здесь просто надо относиться к этому. Попробовал – окей, не получилось, пошел дальше. Для вас это просто были попытки выйти в какие-то смежные бизнесы? Скорее, какие-то технологии. Не все технологии сыграли, или очень часто у нас была явная проблема, когда мы видели, что что-то происходит на Западе, и какая-то технология там начинает активно развиваться, и мы ее быстрее приводим сюда, а здесь рынок к этому совершенно еще не готов. И вот это, как-то у нас даже такое слово, я не знаю, возникло в компании много лет – пионерить. Да, вот это пионерение технологическое, оно, конечно, во многих случаях греет душу, но совершенно неэффективно с экономической точки зрения. Вы все время говорите про там, на Западе, там, здесь у нас, наш рынок. Вы не пытались именно в АИБС работать с зарубежными рынками, стать международной компанией? Ну вот Люксофт – это ровно. Да, почему я сказал про АИБС? Люксофт, конечно, международная компания. Нет, АИБС нет. Во-первых, потому что мы, собственно, сделали эти две ставки и разошлись. Там мы продаем семечки, а здесь выдаем в долг. И, наверное, кстати, это хорошо, потому что вот этот фокус – это очень важная история. Мы не играли за это время в продуктовую историю на Запад. Это то, что очень кажется таким очень привлекательным, то, на чем, мне кажется, очень много людей сломало себе зубы. Кажется, что ты можешь сделать очень хороший технологический продукт, но, как мы знаем, это очень маленькая часть от того, чтобы этот продукт донести, продвинуть, отмаркетировать. И мы, в общем, честно это делать совершенно не умеем. И, может быть, это и хорошо, что не умеем. Когда вы говорите «мы», вы имеете в виду АИБС или российский рынок в целом? Я имею в виду российский рынок в целом. Интересно, а какое будущее? К 2013 году вы сумели предсказать ситуацию? Что вы сейчас предскажете для АИБС? Ну, вы имеете в виду в России. Вы же в России АИБС? Да, да, да. Ну, вы знаете, если честно, то у меня некоторый когнитивный диссонанс, потому что, с одной стороны, экономика не растет, с другой стороны, у нас все прямо хорошо. И тьфу-тьфу-тьфу, да. И это немножко как-то внушает опасения. В целом, конечно, российская экономика не в самой лучшей форме. И, к сожалению, инвестиции в российскую экономику тем более не в самой лучшей форме. И это, конечно, очень сдерживает спрос на высокотехнологичные сервисы. С другой стороны, конечно, вот этот мировой тренд на роботизацию, цифровизацию, технологизацию, там можно этих слов перечислять очень много, он, конечно, очень разгоняет этот спрос. И вот эти две тенденции, одна такая очень скептическая, и вторая такая оптимистичная, они вот пересекаются. И, наверное, в целом сегодня они, в общем, скорее позитивны, чем негативны. Но в целом, конечно, есть самый негативный фактор. Это то, что нет хорошей конкурентной среды. Потому что есть конкурентная среда, она генерирует спрос на высокие технологии. Ну, потому что они нужны для того, чтобы повышать эффективность. Или чтобы делать какой-то прорыв. Отсутствие конкурентной среды, оно, соответственно, позволяет почивать на лаврах. Сегодня, наверное, Россия не самая конкурентная экономика в этом отношении. Интересно, а если возвращаться к инвестициям, вам никогда не хотелось попробовать что-то другое? Был момент, когда вам хотелось составить АИБС и, не знаю, возглавить завод, консалтинговую компанию. Нет, вы знаете, вот как-то мне, я был в этом плане счастлив. Мне нравилось, что я делаю, и, честно говоря, нравится до сих пор. И, наверное, я, может быть, больше отошел от операционного управления, но я очень люблю клиентские проекты. И я во многие из этих проектов глубоко погружен, потому что для меня вот это вот придумывание или погружение в клиентскую среду и в разных ситуациях с разными клиентами и с разными проектами, это такая очень интересная история. Все-таки кроме АИБС. Не может же быть, чтобы у вас не было вообще никаких других инвестиций. Я даже в данном случае не имею в виду депозит в банк. Это там все понятно. Я имею в виду, не знаю, недвижимость, искусство, другие бизнесы какие-то, какие-то стартапы, может быть, вы когда-то в них заходили. Ну, вы знаете, как-то так получалось, что действительно с точки зрения какой-то системной истории, такого хобби, мое хобби, скорее, это путешествие. И это связано, скорее, с тратой денег, чем с инвестициями, хотя, наверное, это может быть инвестиции в самого себя, в собственные впечатления, что, наверное, самое приятное. Если говорить про искусство, то, скорее, нет. Это все на уровне каких-то очень, там, оформления квартиры, вот здесь по случаю что-то купили. Если про недвижимость, то, ну, вот я некоторое время назад решил, что я хотел бы сделать какую-то инвестицию, там, в недвижимость в Нью-Йорке или в Лондоне, именно с идеей, знаете, какой, это даже такая не идея, а такая рефлексия, да, вот если завтра доступит вообще всеобщая девальвация, то, наверное, может быть, недвижимость в Лондоне или в Нью-Йорке будет как-то сохранить свою... Девальвируется меньше. Меньше. Просто упадет, если девальвация, да, все равно. Не, ну, я имею в виду, что в мире накоплено такое... Я говорю сейчас какие-то абсолютно внеэкономические истории, но в мире докоплено так много долгов, что очень было бы просто обдулить эти долги через такую, как это, всеобщую девальвацию. И понятно, что деньги в любых форматах, они станут стоить сильно дешевле. А, наверное, какие-то такие активы типа недвижимости, например, могут сохранить какую-то стоимость. Ну, вот я сделал одну такую инвестицию, так надо... Типа совсем против вот этой истории финансовых инвестиций, которые во всем остальном. Вопрос, может быть, не очень приятный, но актуальный для всех нас. Вы собираетесь передавать ваш бизнес по наследству в предъявлении? Нет. Вообще нет? Вообще нет. Прямо вообще нет. Несмотря на то, что моя дочь, наверное, начинала во многом в очень близкой парадигме. Она закончила университет в Ванкувере и несколько лет работала в Макинзи, а потом делала какую-то корпоративную карьеру. Пару лет назад она круто изменила свою жизнь и открыла кулинарную школу. И мне кажется, она очень счастлива в этой истории. Я надеюсь, что у нее это все будет развиваться и вот это вообще такой путь совсем в другую сторону. Да и вообще, мне кажется, при том темпе изменений, которые сегодня есть, передача бизнеса по наследству может быть скорее случайная, чем осознанная. Особенно, если этот бизнес это не актив, а люди и технологии. Да, конечно. Я прежде всего имею в виду именно это. Но активы ты можешь передать, если это нефтяные вышки и так далее. Но если мы говорим все равно о управлении, потому что любым бизнесом, мне кажется, надо заниматься прежде всего с интересом. И если этот интерес немножко разный, а время меняется и поколения, другие поколения, у них, конечно, эти интересы в общем во многом другие. Поэтому я думаю, что династии скорее будут спадать на нет в наше изменчивое время. Сергей Мацоцкий пример человека, который инвестировал раз и навсегда в свою жизнь, в свой бизнес. Очень хороший пример, очень хорошая иллюстрация того, как бизнес можно создавать, строить, развивать, увеличивать и превращать в бизнес, стоящий сотни миллионов долларов. Мы очень много говорили о том, что с этим бизнесом происходит, какие инвестиции бывают хороши, какие бывают плохи, как он растет и как он падает в кризисы. Все это хороший урок для тех, кто сегодня пытается создавать что-то новое и вместо того, чтобы быть портфельным инвестором, строить что-то свое, чем он может руководить, во что он может вкладывать свою компетенцию, свои интересы и чем он может жить. Субтитры создавал DimaTorzok